в этом с вами уроке мы познакомимся с основными операторами что вообще такое оператор это то что помогает нам оперировать с какими-то константами переменными составлять какие-то выражения в общем вы сейчас все сами поймете и так самый первый это оператор присваивания что это такое давайте возьмем константу и и присвоим ей значение 1 или возьмем константу есть и присвоим значение только что мы с вами дважды воспользовались оператором присваивания то есть вот это знак равно это не равенство не путайте это оператор присваивания с оператором равенства мы с вами познакомимся чуть ниже и так следующие операторы это арифметические оператор операторы которые позволяет вам создавать какие-то действия, вычисляемые действия, то есть производить какие-то арифметические вычисления. Например, let b равно 1 плюс 2 минус 3 делить на 4 и умножить на 5. Мы только что с вами воспользовались всеми арифметическими операторами, но единственное, обратите внимание, что здесь ответ равен 3. Пожалуйста, не берите в голову. Здесь это происходит потому, что 3 делить на 4 явно не будет единицей или не будет целочисленным значением, но так как у нас по умолчанию b это интеджер, а интеджеры у нас всегда округляют до целого значения в меньшую сторону. Итак, мы с вами получили вот такое выражение. Следующий оператор. Очень интересный оператор, и почему-то он мне очень нравится. Это оператор остатка. Что это такое? Например, let c равно 100. Используем оператор остатка 3. Мы с вами видим равно одному. Что это такое? Это оператор позволяет вам вычислить остаток от деления. То есть вы понимаете, 100 делим на 3 будет 33 и 1 в остатке. Так вот, оператор остатка позволяет вам найти эту единицу. Следующий здесь пример. давайте посмотрим let x равно 8 делить, вернее оператор остатка на 2,5. Что же у нас будет? У нас будет 0,5. Видите, как можно использовать оператор остатка. И давайте последний примерчик здесь разберем. Это 100 делим на 3. Здесь будет 33. То есть видите, как вот эти два оператора можно совместить в одном выражении и получить очень интересную закономерность. Но давайте сейчас не будем вдаваться в фантазии. Вы, я думаю, поняли, что есть оператор деления, есть оператор остатка отделения. Итак, переходим к следующему оператору, который звучит как оператор инкремента-декремента. Итак, что это такое? Вот мы давайте создадим переменную, назовем ее sum и скажем, что она у нас равна единице. Мы хотим ее изменить. Мы берем, пишем sum равно sum плюс 1. Может быть, для вас это не обычная форма записи, ведь все закончили школу или кто-то учится в школе. Мы никогда так не пишем. Так вот, это значит, что новое значение sum равно старое значение sum плюс 1. То есть мы с вами увеличили sum на 1. Как можно еще это записать иначе? Давайте запишем sum плюс плюс. То есть здесь у нас sum была 1, здесь мы прибавили еще один, стало 2, здесь стало 3. Но почему у нас отображается 2? Потому что сначала мы получили значение, а потом увеличили его на единицу. Мы здесь можем записать как вот так, плюс плюс сам. То есть сначала мы увеличиваем на единицу, а потом отображаем его вот здесь, условно назовем в консоли. Затем есть оператор декремента. Давайте вот это плюсики уберем, здесь запишем минус минус. То есть пусть будет 2 здесь. Идем ниже, пишем sum. То есть здесь мы с вами видим, что у нас уже единица. Еще раз. Здесь sum равно единице, здесь он равен двум, здесь он равен двум, а потом вычитаем эту единичку и смотрим опять, чему у нас равно. Единицы. Соответственно, мы можем записать как sum. То есть оператор инкремента, декремента, они могут ставиться перед непосредственно операндом, либо после операндом. Тут уже на ваше усмотрение и в зависимости от обстоятельств. Идем дальше. Составные операторы. Что это такое? Составной оператор позволяет вам также сократить арифметическую запись. Например, есть sum равный 1, и мы с вами хотим вот это sum разделить на 1000. Можем записать как sum равно 1 делить на 1000. Можем сделать иначе. Мы можем записать как sum делим равно 1000. Уловили? То есть мы говорим, что следующее sum, то есть значение переменной sum будет равно старое значение, которое было буквально строкой выше, деленное на 1000. Но здесь мы получаем 0, потому что sum, как вы помните, у нас integer. То есть целое численное значение, которое выведено здесь по умолчанию. Если мы напишем здесь float, то соответственно у нас здесь уже будет не 0. Это видим. Так, пока это не будем писать. Уберем. Следующее. Как вы понимаете, мы показали деление. Мы здесь можем написать и умножение. У нас будет 1000. Можем написать и плюс. Это вот еще один будет. И можем написать минус. То есть это оператор составной, потому что он состоит из двух операторов. Оператора арифметического и оператора присваивания. Хорошо. Поехали дальше. Операторы сравнения. Часто нам с вами нужно что-то с чем-то сравнивать. Как это можно сделать? Конечно, мы это делаем при помощи опять-таки каких-то операторов. Давайте сделаем вот что. Let n равно 1. Let m равно 2. Запишем вот как. n больше или равно m. То есть эти операторы, они нам по умолчанию возвращают true или false. То есть мы говорим, что n больше, чем m. Вы говорите, нет, не больше. То есть не больше и не равно. Если мы изменим здесь значение на какое-то другое, соответственно у нас все поменяется. Давайте запишем еще условие. n не равно m. Вот этот оператор значит не равно. То есть восклицательный знак, который вы увидите еще вот здесь чуть позже, это отрицание. И соответственно здесь, если мы запишем n равно m, у нас тоже будет true или false. То есть еще раз пройдемся по операторам сравнения. Это операторы, всегда возвращающие нам булево значение. Когда у нас есть две перемены или константы, которые мы хотим сравнить, мы как раз используем эти операторы. То есть здесь мы создали n, m. n у нас больше или равно, чем m. Это вопрос. Нам говорят, нет, не равно. n не равно m. Вот в этой строке. Да, и это именно так. И затем последнее. n равно m? Нет, не равно. По сути это три вопроса, которые записаны именно в форме программирования или в форме кода. Идем дальше. Следующий оператор, который называется оператор, заменяющий nil. Что это такое? У нас с вами может так получиться, что у нас нет значения у какой-то опциональной переменной. Заметьте, я говорю опциональная переменная. Слово опциональный подразумевает, что может быть значение, а может его и не быть. То есть поэтому это не может быть константой. Потому что если это константа, то это уже не изменяющаяся величина. Соответственно это уже не опциональная величина. Поэтому мы говорим так. Немножко забегая вперед. Давайте создадим переменную default name и скажем, что это имя Carl. Затем мы скажем, что у нас есть переменная name, которая имеет вот такой тип. То есть это опциональная строка. Назовем его Иван. Затем мы скажем, что var my name равно name два вопросительных знака default name. Теперь давайте посмотрим, что вообще все это значит. Итак, default name это просто переменная. Мы здесь можем сделать смело let. То есть это у нас константа, которая хранит какое-то значение по умолчанию. Ну, вы наверное представляете, вот вы когда заходите в ваш смартфон, у вас, у большинства людей в контакте, в контактном листе нету изображения. Там стоит какое-то дефолтное изображение. То есть значение по умолчанию. То есть есть какая-то картиночка загруженная на телефон, и она по умолчанию везде грузится. Если у вас нет своего изображения. Это то же самое, что у нас есть дефолтное имя, которое мы по умолчанию присваиваем всем тем, у кого нет своего имени. Или нет назначенного имени. Итак, вот у нас есть второе имя. Оно опциональное, и оно равно Иван. И мы видим, что вот здесь мое имя это name. Но если вдруг так получилось, что у нас его просто нету. То есть оно равно nil. Nil это не ноль, и это не пустая строка. Это просто ничего. То есть вакуум. Ничего нет. То мы видим, что здесь у нас my name сразу стала Carl. То есть наше имя сразу берется отсюда. Очень полезная штука, поэтому тоже, пожалуйста, ее запомните. Идем дальше. Здесь у нас унарный оператор, пернарный оператор. Тоже очень интересная тема. То есть что такое унарный оператор? Uno значит один. Унарный оператор это оператор, работающий только с одним оперантом. Например, минус 5. Мы только что с вами его использовали. То есть по сути это ни больше ни меньше, чем мы с вами видим. Но в данном случае мы не можем записать плюс 5, потому что здесь у нас будет ошибка в том, что мы непонятно для чего его используем. То есть, ну понятно, да? 5 и плюс 5 это в принципе одно и то же. Поэтому унарный оператор все-таки это чаще минус. Идем дальше. Тернарный оператор. Очень интересный оператор. Он работает сразу с тремя оперантами. Давайте кое-что запишем. Let bool true равное true. Создадим константу, которая нам поможет с тернарным оператором разобраться. var t равно bool true 10, 30. Что я только что записал. А записал я вот что. У нас есть некоторая константа. bool true по умолчанию равная true. То есть bool его значение. Итак, мы создаем переменную t, которая говорит нам о том, что если bool true равен true, то я, то есть t, буду равняться 10. Если же bool true будет равен false, я буду равняться 30. И если мы здесь, соответственно, исправим на false, то здесь будет 30. Мы с вами это видим. Ну и, соответственно, вы понимаете, что здесь в качестве вот этих выражений можно использовать не только числа, а целые строки или какие-то более сложные конструкции. А с тернаром, оператором, я думаю, вам тоже более-менее все понятно. Операторы диапазона. Где же у нас используются с вами операторы диапазона? Ну, наверное, это понятно. Когда мы хотим отобразить какой-то диапазон. Например, вот так. То есть, только что мы с вами указали, что у нас, например, что-то может быть в этом диапазоне. Или же использовать второй оператор. Вот так. То есть, это тоже диапазон. Но в чем разница? Вот смотрите. Вот этот оператор. Да, две точки и знак меньше. Это оператор, показывающий, что какое-то число, оно лежит в пределах от нуля до девяти включительно. До девяти включительно. Если вы используете вот такой оператор с тремя точками, то это от нуля до десяти включительно. То есть, мы видим, что если вот здесь, если мы посмотрим с вами на правую часть, то это можно записать именно так. И, соответственно, вот это выражение и вот это выражение, они идентичны. То есть, оставим так. Думаю, с операторами диапазона тоже понятно. Если вам интересно, в дальнейших уроках мы с вами будем немного с ними работать. Дальше. Что такое логические операторы? Ну, часто так бывает, что не все так просто. Например, вы хотите что-то одеть, да, а у вас вот есть некоторые условия, при которых вы что-то это оденете. Например, вы пойдете на пляж в том случае, если на улице солнечно и если на улице июль, а не ноябрь, скажем, солнечный. Поэтому вы пойдете на пляж. И вам нужно несколько записать условий. Как раз вот эти логические операторы позволяют вам записать сложные конструкции. Ну, давайте вот что с вами сделаем. Напишем let банана равно одному. Let apple равен одному. Мы пишем, что apple равно одному. Это мы спрашиваем, да, apple равно одному. Воспоминаем с вами операторы сравнения, которые чуть выше были записаны. И используем вот такой оператор, две вертикальные палочки. Это значит, что или банана равно одному, мы видим true. То есть, либо apple равно одному, либо банана равно одному. Если мы запишем вот такой значок, то это тоже будет true. Потому что и бананы, и яблоки равно одному. То есть, здесь есть два таких оператора. Давайте пока этот оставим. И есть еще вот что у нас. Создадим константу trueStory. И скажем, что она true. if trueStory. И мы с вами что-то делаем. То есть, здесь мы немного забежали вперед, построили конструкцию if. И мы как бы говорим, что если у нас trueStory равно false, то мы с вами что-то делаем. Например, print trueStory. И мы видим, что здесь у нас будет что-то исполняться. Но, если мы уберем, если trueStory равен true, то мы видим true. Если, соответственно, опять поставим восклицательный знак, что значит будет отрицание того, что уже есть. Например, смотрите, вот если мы здесь изменим на false, то здесь станет true. Почему? Потому что вот это false. False с отрицанием это true. Если, соответственно, здесь меняем на true, то здесь получается false. Несколько запутанно, но я думаю, все равно в целом вам здесь все понятно. Итак, на этом мы закончили с вами знакомство с базовыми операторами. Увидимся с вами в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!